Более 20 экипажей штурмовиков Су-25, дислоцированных на авиабазе в Забайкале, проведут около 1000 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет на плановой боевой учебе. Подробности расскажет мой коллега Александр Смирнов. Здравствуйте! Здравствуйте, Илона! В учебно-тренировочных полетах, совершаемых в дневное и ночное время, задействованы выше 100 военнослужащих. Они отрабатывают на авиационном полигоне задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по местам скопления войск условного противника и его командным пунктам. Также летным составом авиабазы отрабатываются действия в нестандартных ситуациях во время полета и совершенствуются навыки управления самолетами Су-25 на предельно малых высотах. К другим новостям. Подготовку к зиме должны контролировать жители. Так считают члены коалиции общественных сил ЗАЗа Байкале и представители общественной палаты края. Сегодня их совместный проект был представлен на заседании рабочей группы. Сфера ЖКХ в ЗАЗа Байкале, считают специалисты, всегда была и остается одной из самых проблемных. Нехватка кадров, финансирование и, конечно, изношенность коммунальных теплосетей и оборудования. Особенно сложная ситуация этой зимой сложилась в поселке Ксеньевка, Могочинского района и в городе Шилка. Причина тому – износ местных котельных. Поэтому члены коалиции ЗАЗа Байкале и представители общественной палаты сегодня призывают граждан не просто быть сторонними наблюдателями за подготовкой к зиме, а сделать все возможное, дабы не допустить повторения подобных ситуаций. Мы прекрасно сами знаем, что муниципалитеты отвечают за поставление всех этих услуг, но одной власти муниципальной вкупе со специалистами ЖКХ бывает достаточно сложно проблематично вовремя отследить те ситуации назревающие. И, наверное, мы, как самые заинтересованные люди, граждане рядовые, живущие в своих домах, работающие в организациях, в населенных пунктах, мы знаем, где какие сбои могут произойти. И общественная палата как раз предлагает гражданам включиться в это, и вот этот контроль наш народный осуществить в реальности. Информацию о каких-либо нарушениях можно будет сообщить по телефону 35 92 64 или оставить на официальном сайте общественной палаты Забайкальского края. Все полученные сообщения специалисты будут передавать в соответствующие контролирующие органы, а при необходимости в особо тревожных случаях временно исполняющему обязанности губернатора Константину Ильковскому. Также с руководителями районов, откуда поступит наибольшее число претензий, планируется проведение видеоконференций. Светлана Тулунова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.